Вот дом на Тимирязево, он в ближайшие дни будет разрушен. Его разрушали последние 2-3 года, да? Я ходил мимо него, снимал его, фотографировал. Этот, видимо, тоже будет разрушен, не знаю. Я не очень верю, что его сохранят таким, какой он есть. Но с ним понятно, да? А этот уже кончили. Теперь вот подиомассаж. Но я о другом. Вот он будет стопроцентно разрушен. Наши охранники, наши архитекторы, наши историки, наши... Ну, все, кто как бы этим занимается, и какие-то даже есть чиновники при администрации, которые за это деньги получают, за городское хозяйство, за сохранность городского хозяйства. Я уж не говорю про сохранность архитектуры и истории. Ну, так вот, смотрите. Вот это сейчас буквально за это лето будет уничтожено. Я обращаюсь к умным людям, к сильным людям, к властьимущим, к тем, кто при всем этом деле. Сергей Маяренков. Вот я к вам обращался уже, говорил вам. Не знаю, как говорится, о ВОЗ и ныне там. Я что-то не слышу о создании того самого банка, или как назвать, архив архитектуры. Ну, громким именем музей архитектуры называть не будем. А вот я это называю полигон, банк. Помните, я рассказывал, что ну хотя бы вот сейчас вот эти вот все натуральные вещи, вот эти вот, живые, они живые, они теплые. Их, они не идут ни в какое сравнение с теми пластмассовыми сегодняшними новодельными орнаментами. Вот это все согрето человеческими руками, когда делалось, вручную и мастерами. Это напитано, вот я не знаю, ощущаете вы или не ощущаете, но я вот в этих бревнах, вот в этих завитках особенно, в этих орнаментах, у меня вот отломили вот одну вот ту вот кусочек. Мне больно, как будто вот у меня что-то вот, палец отрезали, да. Вот у меня вот такое чувство. Вот оно вот отвалится, сломается, мне больно, потому что я знаю, что к этому прилагали руки люди, во-первых. А во-вторых, это три или четыре или может быть больше поколений намоленных вот этих стен. Потому что здесь жили люди, это пропитано историей. Этот дом перетерпел революцию, контрреволюцию, во время войны, и он приносил пользу. Этот добрый старый дом, который, ну, уже за то, что он, в нем выросло, ну, я думаю, четыре, пять, а может быть больше поколений людей, вы родились, прожили жизнь, вышли, умерли, наши отцы. И вот сейчас вот это вот все, это все простояло 150 лет, 100, 150, что-то 200, даже 50, если. Вот история. Вот этот дом простоял 150 лет, он стоял, не горел, все было нормально. Почему все дома, буквально все вот подобные дома за последние пять лет сгорели? Что такое за напасть, друг? Только я думаю, что вот это все даже сейчас, даже сейчас это все восстановимо. Понимаете? Ну, конечно, уже не найдешь, уже не найдешь того дурака, который всем этим займется. Посмотрите, печь, балки, стены. Дом сожгли специально. Те, кто хочет на этом месте что-то построить. Они его сожгли, разрушили, привели в такое состояние. Теперь нам говорят, что, а что с ним сделать? Его уже не отремонтируешь, говорят они нам, те, кто довел этот дом до такого состояния. Короче говоря, вот хотя бы снять вот эти вот детали. Вот приехать сюда, скажите, много ли надо вообще денег? Вот в городском масштабе, неужели это вообще какие-то копейки? Взять двух, трех, пять, десять студентов на практике, студентов-архитекторов, студентов-строителей, студентов МЧС, машину. Машин-парк у этих институтов, у политеха, у МВД, у университета, есть огромное хозяйство. Неужели там не найдется машину, которую можно сюда прислать? И вот у этого разрушаемого дома, который уже обречен, снять вот эти красивейшие элементы. Разобрать его, в конце концов разобрать бережно, не дать ему уже догнивать. Это все делается на уровне учебной работы. Студентами-строителями это делается на уровне. У них же есть практика всякая разная. На уровне студенческой учебной работы разобрать этот дом и вывести под навес под какой-то. И хотя бы сложить. Сейчас у вас нет ни сил, ни денег, ни средств, ни ума, ни фантазии, чтобы представить, что из этого можно сделать. Если хотите, обратитесь ко мне, я расскажу, что можно из этого сделать. Но пока у вас нет у самих на это ни ума, ни фантазии, ни денег, ни средств, ни желания, то вы хотя бы очистите свою совесть тем, что, ну, сохраните эти остатки. Ладно, вы уже, вам это место нужно. Сейчас вы будете на нем строить какой-нибудь очередной бизнес-центр. Вот как вот здесь, вот видите, сожгли, сломали, поставили забор. Через пять дней здесь построят вот такую вот фигню. Вот, вот такую фигню, как построили здесь. Бездарную, ужасную фигню коммерческую. Здесь построят еще одну коммерческую фигню. Тут построят на углу коммерческую. И вот на месте этого дома тоже построят. Че, как говорится, к бабке не ходи. Господи, ну, понятно же, что через три года здесь это все благополучно снесется, уничтожится окончательно. И построят какой-то вот какой-нибудь урод-архитектор, недоделанный дизайнер. Вот. Как вот это здание, вот, бездарное. Он построит здесь коробку бездарную такую же. Как застроили бездарными коробками всю эту улицу Темирязева. Все, мы с этим смирились. Вы нас победили. Вы нас победили. Ну, вы хотя бы совесть свою очистите. Ну, если не вы, то хотя бы те, кто к этому имеет какое-то отношение. Хотя бы номинально. Я еще раз говорю. Пришлите грузовик, снимите вот эти наличники. Снимите вот эти вот консоли. По максимуму. Я бы, честно говоря, доски бы эти сохранял. Пропитывать, сохранять. Пропитки существуют. Средства сохранения существуют. Вот эти вот детали, они живые, кованые. Посмотрите, вот кованая деталь, настоящая. Может быть, в каких-то домах даже слюдяные есть еще окна. И так далее. Для меня дороги, например, вот эти вот металлические изделия. Каждое вот это вот. Смотрите. Смотрите. Все это, это все пропадает. Это вы, господа, все уничтожаете. Те, кто сейчас... У кого есть грузовик и те, кто отвечает за хозяйство в городе. Вот это все вы сейчас уничтожаете. Вы уничтожаете. Понимаете? Это уничтожает не время. Я ваши фамилии не знаю. Но вот все, кто там вот при администрации, при комитетах, при всяких кафедрах, вы там пишете свои какие-то труды по истории. Вы получаете какие-то кандидатские, докторские по истории, по архитектуре. Вы получаете что толку? Что толку? Вы соберите студентов, придите сюда, снимите этот наличие. И если вам у города не найдется средств, у нашего города не найдется средств на грузовик с краном, чтобы это все погрузить, на руках. Вы знаете, Москву послевоенную руками построили, без всякой техники. И дом этот строили вручную, без всякой техники. Приведите сюда студентов, разберите, сложите на... Если вам, если наша гороадминистрация не может вам выделить или не хочет вам выделить какой-нибудь грузовичок, возьмите и на носилках, на каких-то жердях это все отнесите и сложите аккуратно. Куда? В тот же политех. Там место навалом разжиревшее и так далее, и так далее. И не найти вот для оставшихся, ну я не знаю, 20 домов, наверное. Сколько в Иркутске их осталось-то? Ну, по крайней мере, в ближайшее время будет уничтожено 20 домов в ближайшие 5 дней. Неужели вы для 20 домов, для остатков, для останков этих домов не сможете найти место? Я слышал, где-то проходит выставка там, да, после музея декабристов, кладбище домов, да, я, кстати, там еще не был, надо обязательно сходить. Так вот, что кладбище, что делать акцию? Вот оно кладбище, вот мы сейчас на кладбище. Там кладбище искусственное, там акция. А здесь вот настоящий мертвый дом. Я могу говорить об этом бесконечно, меня многие упрекают, что ты сам возьми и сделай, ну вот я и делаю, вот это то, что я, я вот этим занимаюсь, я и делаю. Еще я хожу и рисую этот город, я свои дела делаю, я очень много делаю. Не надо мне упреков, что я много говорю, но есть люди, наделенные специальной властью, имеющие возможности, специально обученные. Вот я обращаюсь к ним, не только специально обученные, но еще есть, ну я не знаю, наверное, несколько десятков конкретных, высокооплачиваемых чиновников. Есть несколько десятков ученых, которые на этой старине, на Иркутской, себе сделали кандидатские докторские диссертации. Наверное, вы там какую-то пользу принесли. А вот когда я вижу вот этот дом, вот когда я вижу этот дом, все, на этом мое доверие ко всем этим кандидатским должностям, вашим всем этим отчетам и красивым альбомом и красивым журналом, где вы все рассказываете, как в Иркутске все красиво, как в Иркутске хорошо. А я иду по улице и буквально через каждые, я не знаю, ну по некоторым улицам идешь, вот эти вот кладбища домов, они настоящие. Не надо устраивать акции. Я почему-то на ту выставку или как это называется и не пошел, что я же чувствую, что она какая-то, ну не знаю, она не настоящая, ну кладбища, ну акция, хорошо. Внимание привлекли. А что там-то привлекать внимание? Вот приходите сюда и привлекайте внимание. Петрову тоже предложение. Вы очень много принесли пользы. Ну, как-то очень радостные лица у вас на прогулках по городу Иркутску. Вот я вот смотрю, когда вы ходите по Старому Иркутску и даже когда вы поднимаете тему Старого Иркутска, вы там селфи делаете, вы такие счастливые там на этих руинах. Вот как я сейчас. Да? Вот. Вы такие вот примерно счастливые. А почему бы не делать, не сделать прогулку по городу Иркутску вот по этому уничтоженному городу? Вот вам тема интересная, да? Или, по крайней мере, в каждой прогулке, в каждой прогулке мы будем все время, где бы мы ни гуляли по Старому Иркутску с вами, вот эти благостные темы, которые все-таки вы там поднимаете, они все время будут упираться на каждом углу, буквально на каждом углу мы будем упираться в вот эту трагедию. Поэтому прогулки по Старому Иркутску, они трагические. По крайней мере, у меня. Вот такой вот монолог. Никак я не могу избавиться от этого.